Тема освобождения или отсутствия чувства вины как такового И я хочу вам несколько тезисов, немножко набросать в вашу копилочку Чтобы вы, может быть, благодаря этому пониманию, осмыслению В какой-то степени отказались от того, чтобы чувствовать себя виноватыми Хоть в какой-нибудь стереотипе Мы так устроены, что мы чувствуем все время что-нибудь Чувство вины У нас много с вами чувств, мы переживаем их постоянно Постоянно, даже когда мы спим, мы что-то чувствуем И нам снятся сны, мы можем проснуться от ужаса или от радости с утра Мы едем по маршрутке, чистим зубы, сидим на работе И все время что-то чувствуем У нас есть ожидание прекрасного, раздражение, бешенство иногда Зависть, ревность, любовь и т.д. Чувств у нас очень много В русском языке описано 72 чувства И можно это немножечко переложить на имена 72 апостолов Если с христианством пытаться это сложить Так вот, мы будем про одно сегодня чувство говорить Про чувство вины Ну вот, тезис, самое главное, утверждение, которое я хочу сейчас выразить Оно очень простое Вы, вот вы, каждый из вас Можете прям так себе сказать сейчас Вы ни в чем не виноваты Вообще Абсолютно Ну просто вот подумайте Задумайтесь об этом Прямо сейчас Вдруг решите, примите такое решение Вы вообще ни в чем не виноваты Вот, абсолютно И это чувство, оно навязывается нам Ну, во многом, естественно, это делает и в том числе и церковь Прививает нам, да, чувство вины В некоторой степени, там, раболепия, можно так сказать, да Но в то же время нам, конечно, нужен вот этот священный ужас Перед высшими силами Ужас я в хорошем смысле слова говорю, да Священный ужас Такое ощущение себя маленьким ребенком Или вообще ничтожеством перед огромным божеством И перед его мощью и могуществом Но это другая история А мы сейчас про человеческое Вот просто про людей, да Не сравнивая их с объемом вот с этим вот А просто про людей И вот мы как люди постоянно испытываем чувство вины Оно нам прививается с детства С детства мы привыкли, что мы уроки не сделали Там, я не знаю, ботинки порвали Там, упали Тоже виноваты, да Даже если нам больно, мы можем почувствовать себя виноватыми Нам скажут, что мы виноваты Мы уже привыкли Нас обвиняют И мы обвиняем Лакмусовый, забегая вперед Такой лакмусовой бумажкой для вас будет Избавились ли вы от чувства вины Избавились ли вы навсегда от чувства вины Будет очень простая вещь Если вы перестали Вообще Перестали обвинять других Значит вы Избавились от чувства вины Если вы признали, что все другие люди Не виноваты вообще ни в чем Тогда вы и себя можете признавать невиновным Как только вы думаете Ну нет, все-таки сосед сволочь сверлит в 11 часов вечера И он бессовестный человек Пойду-ка я его сейчас обвиню в том, что он не прав Знайте точно, что нет У вас еще не закончилась эта история И вам еще есть чем заняться У вас есть путь Сантьяго Там 300 километров или даже больше Который надо пройти Чтобы избавиться от этого навсегда И прекратить кого-то обвинять Хотя в качестве воспитательной меры Опять же, понимаете, тут все очень тонко Бывает полезным Ну, поманипулировать кем-нибудь Да, вот так раз обвинить человека Он тебе уже должен Круто Но все же, да, если всерьез То, смотрите На основании чего, да, вот это утверждать можно На основании чего я утверждаю, что вы ни в чем не виноваты Вот надо вот эту даже христианскую, да, такую истину тоже пропустить через себя Из одного сосуда не может одновременно течь соленая и сладкая вода Не может В каждый момент времени, вот прямо сейчас, да, или через час Вы можете совершить только один единственный поступок Сказать только какое-то одно слово, принять только одно решение Вы не можете одновременно принять два решения, согласны? Вы не можете одновременно и похлопать по плечу, да, и ударить больно одного и того же человека Вы что-то одно сделаете, да, у вас есть эмоции И вы как-то вот ее будете выражать То есть мы такие сильно запрограммированные существа Сильно и давно С самого малого детства нас, да, социум нас воспитывает, дрессирует И... А у нас еще, кроме социума Вот у нас есть социум, который нас воспитывает, дрессирует и говорит, как нам поступать Есть еще наши родители, которые нас тоже, да, воспитывают, дрессируют И которые привили нам, ну, некие... Даже не то, что привили, а передали по наследству, да, генетически передали нам некоторые манеры Вот мы вот так ходим Вот у нас вот такой цвет глаз Вот у нас такой тембр голоса Мы уже вот как-то сделаны, да, как-то сделаны Мы продолжаем ту линию, вот родительскую, да, ну, линию предков, если хотите У нас есть вводные, да, вот у нас вот такая генетика Вот у нас вот такое воспитание И у нас еще есть то, что называется нашей душой Да, еще есть такое собственное желание Собственное стремление к чему-либо Вы вообще тут зачем землю топчете, да, вот с какой целью? Зачем-то вы это делаете? Какая-то у вас цель есть И некоторые, так сказать, успевают состариться Так и не успев повзрослеть И не понять, зачем же они это делают Да, это тоже Ну, тот пункт, да, на котором стоит подумать А зачем я это делаю? Не просто так, а зачем я это делаю? Но, тем не менее, наша бессознательная, можно так сказать Или наша душа, они знают, зачем это делать Зачем вы это делаете Даже если вы это на уровень сознания и не перевели еще Так вот, есть вот эти вот три пункта Да, наследственность, социум, воспитание И ваше личное, да, ваше индивидуальное вот это желание, стремление чего-то тут делать Вот чего-нибудь И вот эти три фактора, они влияют на нас постоянно Просто постоянно Ну, каждый день, каждую минуту, все время И именно под воздействием этих трех факторов Вы принимаете каждый раз какое-то одно решение Еще раз, одно, да? Иногда мы больше обопремся на маму с папой и скажем А-а-а, мне же говорили, вот надо было вот так, да? Иногда мы скажем, да нет, нам вот пионерские галстуки, когда повязывали, мы обещали вот это Да? О, а я-то хочу на самом деле совсем другого Понимаете, да? Но какой-то из факторов перевешивает, и мы принимаем только одно решение Да, мы позже, может быть, на одну и ту же тему можем принять и какое-то еще решение Другое передумать, да, что-то изменить Но, тем не менее, в каждый момент времени мы принимаем одно единственное решение И совершаем один единственный поступок Один И в чем тогда мы виноваты? Мы не могли по-другому Вы сейчас качаете головой? Вы не могли по-другому Вы сейчас можете только так Вы отвели глаза в сторону Вы не могли сейчас делать по-другому У вас эта манера, переданная вам, там, от родителей, допустим, когда вы задумываетесь, да, или вспоминаете что-то Вы смотрите влево-вверх, да, или вправо Вы не могли по-другому И в чем вы виноваты? В том, что вы вот такие, какие вы есть И перед кем тогда мы виноваты? Перед друг другом мы разные Мы уникальные Представляете, семь миллиардов топчет землю Семь миллиардов И все абсолютно разные Ну, абсолютно разные Ну, немножко похожи Мне кто-то сильно похожи Но все равно все разные И это божественно как раз, да, это очень интересно Это фантастически интересно Как такое может быть? И будут рождаться новые, они тоже будут разные И в чем они виноваты? Ну, за что их можно обвинить? Если они уже вот такие Да вы же не обвиняете кошку за то, что она мяукает Она такая? Или собаку за то, что она лает, когда идут там чужие люди Ну, у нее работа такая Она так сделана У нее такая функция У вас есть ваши функции Они вот такие В каждый момент времени мы совершаем только один поступок И мы не можем быть виноваты за то, что мы совершаем именно этот поступок Мы так запрограммированы Мы не виноваты вообще ни в чем Никогда Ни вчера Ни в малом детстве Ни когда получали двойки Ни когда поздно возвращались там с прогулок Не были виноваты Мы опирались либо на свое То, что нам очень хочется Либо на своих родителей Либо на воспитание Но мы в тот момент могли сделать только что-то одно Мы не могли сделать два решения Не могли принять Два поступка не могли принять Даже когда вы червяка там раздавили после дождя Вы не могли не сделать этого Вы могли в тот момент только раздавить червяка Или вот маленькие детки бегают И там гоняют голубей Ну им интересно У них сейчас вот такая Такая функция, да Познание мира через вот таким способом Они ни в чем не думают А сожалеть о поступках сложно? Поэтому это вот безумно глупо Сожалеть о содеянном Потому что можно сделать выводы Можно пересмотреть И сказать Да, в следующий раз Я поступлю по-другому в подобной ситуации Мне не нравится результат Да, вот сейчас Какой-то поступок я совершаю Вижу, какой есть результат И мне он не очень нравится И я себе говорю В следующий раз В подобной ситуации Я совершу другой поступок Ну продумаю, может быть Наперед успею подумать Да Как лучше сделать Чтобы результат устраивал Но сожалеть о содеянном Точно такая же глупость Как обвинять себя в том Что ты там что-то сделал Потому что понятно Что мы можем сейчас делать Вот скажем Я сижу, да Я не могу сидеть и стоять Но у меня есть выбор Или сидеть, или стоять Вот вопрос выбора Вот здесь можно сожалеть Или чувствовать себя виноватым Или как-то Вот понимаете ли Вот под влиянием Вот этих трех факторов Что бы вы Как бы вы не стремились выбрать Вы выберете только то Что вы могли выбрать В тот момент Представляете В тот момент вы могли выбрать Только вот то, что вы выбрали И ничего другого И соответственно Опять, за что себя принять Так у вас устроена голова Так у вас устроена ваша психика Что вы в тот момент Могли совершить только этот выбор Да, сделать Взять зеленое яблоко А не красное И думать Ну блин, кислое Лучше бы взял красное Ну возьми красное Пожалуйста, съешь два Да, но бывают, конечно Такие сложные моменты Да, когда выбор очень важен И мы много долго думаем И стараемся Очень изо всех сил Принять правильное решение И какое бы мы ни приняли Оно все равно будет правильным Потому что мы не могли Принять никакого другого Понимаете Оно для вас было Единственно правильным Для вас Значит, я могу убить человека Да И не сожалеть об этом Нет, почему не сожалеть И я не буду виноват Да Только общество меня Осудит Осудит Общество осудит Да И правильно сделает И отправит куда-нибудь Куда положено Да Так что же это получается Глупость какая Вот Благодаря вот этой Вот вашей мысли Существует церковь Существует Места не столь отдаленные Для того, чтобы осудить Ограничить, так сказать Для тех, кто А кто У меня есть ответ Подождите секундочку Так вот, когда мы И когда вот это совместное знание Совместное знание, совместное понимание Оно у всех активно Действительно совместное Тогда у нас нет необходимости Кого-то убивать Или Убивать просто потому, что хочется Вот я хочу И я не испытываю Никакой вины И вообще Все Переживать Поскольку мы Животные Очень Да Люди Равно В некоторой степени Животные Очень Так вот Я говорю Поскольку мы Очень Как сказать Заинтересованы В результатах Своего Существования То мы просто Так мало Что делаем Мы все время Делаем что-нибудь Зачем-нибудь Да Так же как вот я вас спрашивала Зачем вы тут живете Вообще Мы делаем это Зачем-нибудь И когда мы знаем Зачем мы это делаем Тогда и оправданно Оправданно бывает И когда мы убиваем преступников Точно так же Ну Старухопроцентчивости Можно убить А потом мочиться Как и А можно не убивать А можно пойти Заработать побольше денег И подать ей Понимаете Это выбор Адам с Евой согрешили А мы все расплачиваемся Получается Понимаете Никто не согрешил А все расплачиваются Вот Поэтому Когда вы будете думать Что вам не надо расплачиваться И что нет никакого греха И что вы В общем Как младенцы Невинны абсолютно И хочется вам Поскольку у нас Вот особо русские люди Они все-таки Отличаются Вот этой совестью Наличием совести Да И вот этого качества Да Вы бросаем Вот И когда у нас совесть есть То нам собственно Законы и особо не нужны Да Вот эти вот писанные законы Мы сами знаем Как поступать В какой момент И не будем убивать никого Ни Маворф Ни Старопрокцентичесу Мы не хотим убивать У нас нет такой задачи Когда у нас нет совести Там уже другая история Другая история Чикатилу И совести У него какая цель Вообще Есть люди больные Да Есть люди больные Но вот смотрите Еще раз Когда мы Как только мы с вами Будем обвинять кого-либо Да Гитлера Чикатилу Мы много можем Кого обвинять Да Горбачева можем обвинить С вами Такая разница Кого Сейчас вот сколько терактов Произошло Ну вот только что А те кто это делали Они преследовали Святые цели Они так думают Понимаете А вот если Допустим Ученик Он входит в школу И постоянно Получает тройки И вот он Каждый раз Сожалеет Ну вот Почему же Я не все там Уроки не выучивали И получил Отличную отметку Как вам Этот случай В вашу теорию Вести Ошибки надо исправлять Если вы чувствуете Что вы А вы чувствуете Мы с этого начали Что мы все время Что-то чувствуем Если вы чувствуете Если вы знаете Что вы ошиблись Вы всегда можете Это исправить Пока мы живы Можно все исправить Как только мы Отправились Так сказать Да Туда По ту сторону Тогда мы уже Исправить не сможем Поэтому и считается Что самоубийство Самый тяжкий грех Потому что Исправлять будет некому Отмолить можно Любой грех Да Ну Было бы кому Отмаливать Что называется Да Было бы кому Исправлять Было бы кому Исправлять Поэтому Все что мы Считаем ошибочным Допустим У вас На сегодняшний день Есть Отношения Отношения С родителями С какими-то родственниками С какими-то одноклассниками С друзьями И вы думаете Что вы Ну когда-то Кого-то обидели Например Или Не додали Кому-нибудь Любви Все что угодно Можно думать Додайте Извинитесь Поговорите Исправьте это Сама ошибка Вот этот люфт Да Она заложена Это все хорошо Но ведь Чувство вины Это и есть Индикатор ошибки Если у меня нет Чувства вины У меня нет У меня нет У меня ошибки Я все делаю Правильно Всегда Я про индикатор ошибки Совесть Не про чувство вины Индикатора Совесть индикатор Я чувствую Что я сделал Что-то не так Кому-то Ему плохо стало Я его чувствую Потому что У меня совесть есть И я понимаю Что результат плохой Да Я двойку получил У меня там Родители Одноклассники Ну и учитель Да Вот они все Как-то срезонировали На это мое действие Я чувствую всем плохо И мне плохо от этого Если бы они меня поощрили Сейчас все И сказали Круто Ты получил двойку У нас супер У нас школа Специально для того Чтобы двойки получать И вы почувствовали себя прекрасно Понимаете Но в чем такое чувство вины От потревожной совести Отличляется В том что Такое же внутреннее напряжение Да Да Внутреннее напряжение Но вы можете Чувствовать себя виноватым Всю жизнь А можете Словить этот момент И тут же исправить И что называется Сказать ему До свидания Понимаете А мы чувство вины Носим всю жизнь Оно накапливается Потом начинаются болячки Чувство вины разрушает Никакую жизнь А совесть очищает И нам вставляет Наверное Есть еще Можно сейчас Одну фразу только скажу Она интересная Важная Ее нужно знать Чувство вины Всегда рождает боль Если у вас что-то болит Что-то Не важно что там Да Что-то Вы ударились Споткнулись Порезались Ну я не знаю Или там печенка у вас заболела Знаете Вы чувствуете себя виноватым И вполне возможно Что это было совсем недавно И очень острое Да Какое-то переживание Перед кем-то вины И вдруг вы заболели Вы эту Связь так сказать Не зная Да Если вы ее не знаете Эту связь То вы будете лечить Своё тело А если вы ее знаете То вы пойдете И исправите То за что вы почувствовали себя виноватым Болеть перестанет А может быть и так Что Приявите чувства вины Это фактически Такая политтехнология Управления То есть Противник будет сражаться Гораздо слабее Если он будет Закомплексован И наоборот А у нас не будет чувства вины Вот как у Сантьяка Не было чувства вины Наверное Когда он там С маврами разбирался Наоборот Он чувствовал Что он делает Правое дело То есть Это чисто психологическая Такая вещь Абсолютно Абсолютно Оно нас обесточивает Мы становимся слабыми Мы становимся Управляемыми Да А ей тоже нужно управлять То есть Можно поставить на слов То есть Вся пропаганда Она начинает действовать Так Чтобы противнику привить Чувство вины И он сдастся безбой Одна из задач церкви Вменять вину Вменять вину И мы с вами Это на себе Каждый прочувствовал И знаете Вот прекрасно Вы вошли И вы уже Немножечко виноваты Даже просто Еще один трудный момент Когда человек умирает А ты чувствуешь вины И ты его обвиняешь И себя обвиняешь И все И нужно понять Когда ты начинаешь Зарослеть Это бывает с родителями С бабушками И думаешь Ведь в тот момент Он не мог По другому поступить И я по другому не могла То есть Надо это отпустить И тогда облегчение приводит И ты понимаешь Что ты ни в чем не виноват И тот человек Ни в чем не виноват Ну вот еще раз Мы прекращаем Обвинять Кого-либо Тогда только Мы можем Себе сказать честно Я могу себя Считать Не виноватым Как только мы Кого-то обвиняем Значит мы и себя Обвиняем За что-либо Или нас легко Обвинить Если мы обвиняем Кого-то Я вас Призываю К тому Чтобы не обвинять Других людей Понимать их Вот я вас Призываю Понимать Других Они все по-разному сделаны Мы все разные Уникальные И соответственно Понимать себя И любить себя И не чувствовать себя виноватыми Спасибо 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 Спасибо